Роботехника В разных журналах, в которых говорилось, как собрать робота Пересмотрела много различных роликов с ютуба В которых такие же ребята, как и я, делают очень интересные проекты Реализуют свои идеи в этой области Я хочу создавать полезные проекты, которые могут принести пользу мне, близким, друзьям и всем людям Своим примером я хочу показать, что заниматься робототехникой совсем не сложно И даже очень увлекательно Я живу в маленьком городе, точнее поселке, с численностью населения около 10 тысяч человек В нашем городе три школы и есть дом творчества Так как мы живем на севере, в маленьком городке, то робототехника к нам пришла только в 2016 году В нашем городе открылся кружок робототехники И мне очень повезло, потому что кружок робототехники открылся именно в моей школе Это было очень круто Мне не нужно было искать в городе кружки И все необходимое у меня всегда под рукой Кружок робототехники я записалась, наверное, в самой первой Как только мне сказали, через минуту я уже записалась в кружок В нашем кружке робототехники не так много роботов, как в других крупных городах, как, например, Мурманск Но зато у нас есть разные направления робототехники У нас есть лего-роботы, в которых нужно собирать как обычный конструктор И потом нужно программировать через специальную программу на компьютере И также у нас есть контроллеры Ардуино, используя которые, можно придумать и реализовать совершенно любой проект, как только захочешь Но с этими контроллерами сложнее работать, так как там нужно уметь собирать схему, паять различные датчики и моторчики И самое сложное – это написать программу на специальном языке программирования Также у нас есть крутой 3D принтер На 3D принтере можно печатать разные запчасти для своих проектов И также можно напечатать другой 3D принтер Я люблю демонстрировать свою работу своим друзьям, родителям, маме, папе Мне важно получить их отзыв о моей работе, о поделках, которые я делаю Узнать, как их можно применить в дальнейшем Я активно участвую в соревнованиях по робототехнике Есть соревнования, зажатые, в определенные рамки Например, соревнования «Следование по линии», где робот должен ехать строго по черной линии на полу Но больше всего мне интересны творческие выставки, где можно собрать что-то новое Придерживаясь только направлению самой выставки В таких мероприятиях нет ограничений для творчества Первые полгода в кружке были тяжелыми Мне пришлось оттолкнуться с новыми знаниями, которые не дают на уроках информатики в школе В кружке я узнала, что такое робот Какие они бывают? От простого жука, который бегает от света или бегает, обходя препятствия с помощью датчиков касания в виде усов До сложных роботов, которые собираются для каких-то определенных задач Где нужно применить большую скорость вычисления Например, при создании манипулятора или хирургических роботов-помощников Изучив основы робототехники, попробовав себя в конструировании, программировании и 3D-печати Я попробовала изучить более сложное направление в робототехнике Использование контроллеров для самостоятельной сборки робота Эти контроллеры называются Arduino Это такая небольшая плата с различными припаянными деталями Самой главной из которых является микросхема Микрочип Этот чип управляет всем, что есть на этой плате И всем тем, что мы к этой плате подключим Например, разные лампочки, моторчики, датчики Собирать робота на такой платформе гораздо сложнее, но и гораздо интереснее Мне пришлось научиться работать с паяльником Потому что большинство деталей для этой платы нужно делать самой Паять, устанавливать, прикреплять Паять на самом деле не сложно Паять я научилась за два занятия Самое сложное для меня это написать программу Тут уже не как в Лего Тут нужно понимать язык программирования Знать, как правильно написать программу Знать нужные функции и команды Все это пишется на английском языке Поэтому это гораздо сложнее Но я стараюсь внимательно слушать, что мне говорит учитель И иногда я читаю различные уроки в интернете Поучаствовав в нескольких конкурсах и соревнованиях по робототехнике Я решила сделать свой творческий проект Так как заповедник создан с целью демонстрации людям Что природу и животных нужно оберегать и защищать Я решила создать проект КОД На примере которого рассказываю, что бывает с животными Когда в его среду обитания вторгается неизвестный человек Создание моего проекта началось с идеи Как создать интерактивного робота в короткие сроки Тут мне на помощь пришла плата, ардуино И мои конструкторские навыки Я сделала набросок своей идеи в тетрадке Показала учителю И после некоторых вопросов и замечаний у меня появился проект Я расписала план Собрала все необходимые детали И начала сборку робота Робота я сделала за две недели Работая над ним почти каждый день Больше всего времени ушло на перенос набросков из тетради в 3D модель Сделать из пластика такие поделки сложно Так как они очень долго печатаются И они достаточно хрупкие В кота я встроила специальные датчики и индикаторы Эти устройства имитируют страх животного Именно через страх я хотела показать Как животное реагирует на появление человека в своей привычной среде обитания Они начинают бояться И возможно из-за вмешательства человека Животным приходится менять свою территорию обитания Что может сказаться на их популяции Ведь кто знает, что может случиться с животными Пока он будет искать себе новое безопасное место Я представила свой проект на выставке И получила полезный опыт в применении своих навыков Субтитры создавал DimaTorzok Спешит на уровне Субтитры создавал DimaTorzok Спешит на уровне